Всем привет! Как вы уже догадались, мы сегодня поговорим об Илоне Маске и его последователях. Аллилуйя! То, о чем так долго шутили, свершилось. Создана церковь Тесла, а Маск пророк их. Хрипануть на имени Илона Маска сейчас не хочет только что ленивый. Тролли с Батаферм уже давно используют выражение «маскодрочеры», стараясь любым способом дефамировать сторонников электромобилизации и возобновляемой энергетики. Более респектабельные личности, типа главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, обвиняют Маска в демпинге, сваливая свои неудачи на более успешного конкурента. Не знаю, впикули им или просто постебаться, в Германии создали церковь Тесла, а Илон Маск назначен пророком церкви и искупителем. Хорошо, что его еще не пригвоздили к кресту. Вот что пишут на сайте самой церкви. Церковь Тесла – это религиозная община, которая основана с божественной задачей распространять учения нашего Спасителя и оказывать ему и всем его мирским проектам поддержку. Замечательно. Как говорится, «И вот увидел Илон Маск электромобиль и сказал, что это хорошо, и отделил он электромобиль от прочих автомобилей. И увидел Илон Маск свободный интернет и сказал, что это хорошо, и создал Старлинк. Аминь». Конечно, 1 апреля давно прошло, но учитывая расползающиеся сейчас по миру коронабесия и попытки некоторых политиков под этот шумок закрутить гайки до уровня диктатуры, создание церкви Тесла уже не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. Одно точно – сторонники электромобилизации и возобновляемой энергетики думают прежде всего о здоровье человека и эволюции цивилизации в русле гармоничного с природой развития. Ну а то, что это порой приобретает такие постмодернистские формы, можно воспринимать только с юмором.